Начало эры бестопливной энергетики относят к 1892 году, когда Никола Тесла изобрел резонансный трансформатор и получил на выходе энергию, многократно превышающую входную. С помощью всего одной турбины, Ниагарской ГЭС и системы беспроводной передачи энергии Тесла обеспечил электричеством целый штат. Корреспонденты его спросили, откуда же берется энергия. Тесла ответил очень просто. Энергия берется из эфира. Я охлаждаю эфир и превращаю его энергию в электричество. После того, как журналисты разнесли весть о том, что из пространства можно получать любое количество энергии и передавать ее без проводов на любое расстояние, при этом не сжигая ни уголь, ни нефть, ни газ, состоялось экстренное заседание правительства США. Состоялось совещание правительства Америки вместе с банкирами. Разговоры, которые там были зафиксированы, они есть в книгах. И там приводится такой факт. Молодой банкир Бернард Барух, обращаясь к Моргану, говорит следующее слово. Вот тут в газетах пишут о каком-то Тесле, который хочет продавать практически бесплатное электричество. Если дело так пойдет, мы решимся монополией. Ну и после этого было принято решение о запрещении технологии Тесла. Патенты Тесла стали изыматься из библиотек, а его имя исчезло из печати. Банкиры, не мешкая, тут же постановили не принимать на рассмотрение никакие изобретения вечных двигателей. На деньги Ротшильда и Рокфеллера при академиях разных стран были созданы комиссии по лже науке, которые до сих пор препятствуют разработкам и внедрению бестопливных технологий. Попытки ученых продолжать работы в этом направлении пресекались быстро и жестко. Чего стоят странные смерти сотен известнейших физиков, среди которых сам Пуанкаре? Были убиты и талантливые русские экспериментаторы Филиппов и Пильчиков. И, наконец, разработан план по устранению из физики самого понятия эфир. Для этого был создан проект под названием «Специальная теория относительности». То есть было решено изъять из физики понятие эфир. Ну, естественно, они стали искать физика для выполнения такой работы и нашли его. Нашли его через своего родственника, банкира Оппенгеймера. Мать Альберта Эйнштейна в тот момент работала воспитательницей в семье банкира Оппенгеймера, который прекрасно знал, что ее сын интересуется физикой. В книгах Пуанкштейна рассказано много о матери Эйнштейна. Она очень заботилась о своем сыне и пыталась его пристроить, найти ему заработок. И вот нашла ему такую работу, с которой он успешно справился. Спецоперация по внедрению в науку теории относительности Эйнштейна была успешно реализована. Смешаны несовместимые понятия, в том числе пространство и время, что изначально является грубейшей философской ошибкой. Опас применения теории относительности – это единственная точка, когда скорость равна нулю. Вот тогда она действительно работает. Но что это такое за теория для одной точки? Когда скорость равна нулю. И при этом мы обобщили на то, что это на любую скорость. То есть опять сделана ошибка обобщения. Есть уже доказательства о том, что скорость света преодолима. Что есть частицы, которые двигаются быстрее скорости света. Это доказано учеными. Это ломает теорию относительности на карме. И в какой-то мере подтверждает версию о том, что теория относительности была сознательно внедрена и раскручена, чтобы направить физику по ложному пути. Теория относительности является заказной теорией. И главная цель этой теории – не истина, а попытка запретить физике понятия эфира. Чтобы не дать возможность развивать технологии, которые стал внедрять в практику Тесла. Потому что любая страна, имея предостаточное количество бесплатной энергии, станет действительно независимой. И группа банкиров, стремящихся к новому мировому порядку, лишится власти. Вот эти властвующие семейства потеряли бы часть своей власти. Потому что нефть и газ, еще раз, это прежде всего власть. Деньги для них имеют второстепенное значение, потому что они владельцы Федерального резерва и могут печатать денег сколько-сколько им вздумывается. Вот такая ситуация.